Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Единогласное решение. В Бавруйске прошла отчетно-выборная конференция Белой Руси. Нам хочется, чтобы как можно больше в наших рядах было молодых, прогрессивных, умных. Кого поздравили с новой должностью. Не уступил дорогу. На проспекте строителей столкнулись легковушки. Он ему махнул, а из-за буса он нас не видит. И он выскочил прямо на нас. Плохой обзор или невнимательность. Прийти в форму за 21 день. Городские пляжи готовятся к открытию сезона. Здесь установлены душевые и туалеты. Покрашены питьевые фонтанчики. Кто в ответе за ровный загар? А также военное совещание, обедный вальс и трудовое лето. Студотряды в этом году примут 35 тысяч парней и девушек, какие предлагают профили. От бронетранспортеров до ракетного вооружения президент провел совещание по государственному оборонному заказу. Пристальное внимание к этому вопросу продиктовано геополитической ситуацией. Сегодня, как никогда прежде, безопасность страны должна быть обеспечена на самом высоком уровне. Более того, обороноспособность нужно постоянно совершенствовать, убежден Александр Лукашенко. Лишь в таком случае никакие внешние вызовы не смогут застать Беларусь врасплох. Военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех, с учетом уроков войны, определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог. И поэтому, какое оружие нам нужно будет для нынешней армии, нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. Технологические возможности и научный потенциал позволяют Беларуси создавать фактически любые образцы военной техники. От передовой электроники до ракетных двигателей. Собственные разработки – это одна из основ военной доктрины страны. Сверили часы. В Бавруйске прошла отчетно-выборная конференция Беларуси. Представители общественной организации подвели итоги работы за три года, наметили планы на будущее и назвали новых лидеров. Подробности у Максима Кембеля. В кинотеатре «Товарищ» проходит отчетно-выборная конференция Беларуси. Новый управленец, пожалуй, главная тема. Уже на протяжении 15 лет ее возглавляет Владимир Вяткин. Но молодых и перспективных в рядах организаций с каждым годом становится больше. Единогласным решением делегатов председателем избирают Татьяну Зайцеву, директора Дворца искусств. Благодарю за то, что сегодня меня поддержали, за то, что выразили надежду. И, наверное, выразили доверие к моей кандидатуре. Постараюсь ожидания оправдать. Владимир Вяткин, в свою очередь, и дальше продолжит трудиться на благо родной организации. Его заслуги ценит и руководство города. Слова благодарности и признательности лично от Александра Студнева. Крепкого вам здоровья, благополучия и всегда вам говорю, прилюдно при всех. Моя дверь никогда не будет закрыта. В любое удобное для вас время. Поэтому, уважаемые друзья, я думаю, что эти аплодисменты заслуживают уважаемых человек. Спасибо вам. Подобные конференции прошли в районных организациях. В составе 1-го майской 37 первичек. Здесь также новый председатель Юлия Коваленко. Человек, изнутри знающий суть работы и вопросы, которые требуют разрешения. Определим новые задачи на предстоящий год, на 23-й год в том числе. Поставим перед собой цели по усилению работы в социальных сетях. В Ленинской районной организации также подвели итоги работы за три года. Число первичек увеличилось до 65. Они насчитывают больше полутора тысяч человек. Что касаемо кресла председателя, то на этот пост единогласным решением переизбирают Ирина Русакович. Мы на этой конференции приняли решение о создании молодежного крыла. Молодежь – это наше будущее. Нам хочется, чтобы как можно больше в наших рядах было молодых, прогрессивных, умных, счастливых людей. Тех, которые смогут нашу организацию сделать еще более яркой. Беларусь – самое представительное республиканское объединение. В его составе без малого 200 тысяч человек. Политики, ученые, бизнесмены, общественные деятели. Граждане, которые неравнодушны к судьбе своей страны. Максим Кембель, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Не проскочил. На строителей столкнулись две легковушки. Авария произошла около половины второго. Дорогу не уступил водитель Ниссана. Как итог, у Лады смята вся передняя часть и разбиты фары. Поврежден номерной знак. Японцу досталось не меньше. Помят бампер и пробито колесо. К счастью, никто не пострадал. Здесь стоял бус красный. Ниссан, получается, хотел выехать на строителей. Здесь тоже машина стояла. Хотела заехать на прилегающую поликлинику. Но он ему махнул. А из-за буса он нас не видел. И он выскочил прямо на нас. За выходные Могилевской области произошло 4 ДТП, в которых один человек погиб и 5 получили травмы. Сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 1300 нарушений ПДД. Остановили 20 нетрезвых водителей и 46 бесправников. Вступительная кампания «Драгоценные металлы и детская безопасность». В Беларуси стартовала профилактическая акция от МЧС. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси расширили список абитуриентов, которых можно зачислить в ВУЗ вне конкурса и без экзаменов. Однако отметки в аттестате по профильным предметам должны быть не ниже 8 баллов, а по остальным минимум 7. Также необходимо иметь рекомендацию от Педсовета. Изменения начнут действовать с 2023-го. В стране обновили карту запретов на посещение лесов. Теперь ограничения действуют в 54 регионах. Сейчас без проблем находиться на территории массивов можно только в Витебской области, Могилевской, в Стоп-Листе, по-прежнему Хотинские и Костяковичские районы. В Беларуси снизились цены на скупку драгметаллов. Один грамм платины 950-й пробы теперь стоит 74 рубля 89 копеек. Подешевело также серебро и золото. За самое дорогое дают 150-73. Мерных слитков и монет изменения не коснулись. В республике стартовала профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Движение пройдет в два этапа. Сначала спасатели расскажут о безопасности в местах массового пребывания людей. Затем сотрудники МЧС отправятся в медучреждения и учебные заведения. В Беларуси в этом году планируют трудоустроить свыше 35 тысяч молодых людей. Всего 7 профилей – строительные, медицинские, педагогические, сфера производства товаров и оказания услуг. Больше всего набирают крупные промышленные предприятия. В судотряду уже записались 14 тысяч человек. Время планировать свой отпуск. В Ваврусске назвали места для купания. В списке 4 пляжа. Летом там будут дежурить спасатели. Организуют также продажу еды и напитков. Зону для релакса выбрала и Карина Гуревич. На градуснике плюс за окном солнце, а значит не за горами, купальный сезон. К выбору места отдыха нужно подходить ответственно. В подтвержденном списке побережья в центре города, в шестом микрорайоне и около здравницы имени Ленина. Можно позагорать и на территории Форштата, однако плавать там запрещено. До лета остается еще несколько недель, а пляж в санатории Ошинник практически готов встречать отдыхающих. Здесь установлены душевые и туалеты. Покрашены питьевые фонтанчики и мусорные контейнеры. Не забыли про раздевалки и навесы. Получить допуск купальному сезону не так-то просто. Пляж должен соответствовать целому списку критериев. В первую очередь речь о воде. За этим эпидемиологи следят каждую неделю. Важно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. В настоящий момент ведутся интенсивные работы по подготовке зон рекреации к купальному сезону 2022 года. Ведутся работы по освежающей окраске малых архитектурных форм, по своевременному покосу сорной растительности. Причин сделать выбор в пользу санкционированных пляжей много. Здесь реки и озера всегда готовят к купальному сезону. Чистят от мусора, который скопился за год. Это камни, ветки и даже стекло. Плюс отдыхающие всегда под присмотром спасателей. Но не стоит забывать, что вода несет опасность в любое время года. И особенно сейчас. Все водоемы в Бобруйске, включая даже озеро, которое находится в Центральном парке культуры отдыха, переполнено водой и представляют из себя опасность. Напомнить детям о опасности нахождения у водоемов. Вода по-прежнему холодная, попадание в воду чревато судорогами. И вообще это по-прежнему остается опасным, актуальным. Уже завтра градусник покажет 25, однако ночью обещают легкие заморозки. Такая погода – не повод испытывать организм на прочность. Чтобы прогреться в воде, необходимо как минимум несколько дней стабильных плюс 20. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Майский вальс. Бобручане поставили зрелищную точку в праздновании Дня Победы. В ритме танца закружились пионеры, учащиеся колледжи и профсоюзные сотрудники. Флэшмоб собрал несколько десятков участников. Зрителей в разы больше. После горожан ждал кинотеатр под открытым небом. На экране показали российский военный фильм «Дзевитаев». Кинолента рассказывает о летчике-истребителе, который попадает в немецкий плен. Ему предстоит сделать выбор – вернуться в небо и продолжить войну на стороне врага или отправиться в концлагерь. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!